Всем привет! С вами Юля. Сегодня 4 сентября, суббота. У меня осталось буквально два дня моего отпуска. В понедельник я выхожу на работу, хотя вчера в пятницу я работала. Ездила на работу, мы получали товар очень много, поэтому я целый день работала. Вот такой вот у меня отпуск. Совсем мало денёчков получилось, но что делать? Нужно работать. Ну и в понедельник выхожу уже полноценно, всё, приступаю к своим обязанностям. Ну а сегодня я ещё хочу успеть насладиться вышивкой, а завтра я ещё смогу съездить на море и захватить вот эти вот тёплые денёчки, ещё покупаться. Поэтому покажу вам и море. Это мой рукодельный уголок. Здесь всё неизменно практически, ну за счёт, может быть, каких-то аксессуаров, которыми я пользуюсь при вышивке какой-то конкретной работы. Над моим рукодельным уголком висят три любимые картины. Две это Dimensions, Макс Рыболов и Мэгги Рукодельница. Как я люблю эти вышивки, девочки. Это одни из самых-самых любимых работ. И вот эти работы я бы вышила ещё раз. Столько там интересных деталей. Это такое интересное, увлекательное приключение, когда вышиваешь эти работы. Я вам рекомендую. Если они у вас есть в запасах, не ждите, не тяните, приступайте. Ну и вот здесь вот у меня петух Custom Crafts. Тоже такая получилась у меня большая картина. Это лёгкая работа. Вышивался он очень легко, с настроением. Вот он здесь у меня и поселился над моим рабочим рукодельным столом. Ну а здесь у меня всё просто. Видите, вот стол, лампа, ципа, нитки, органайзеры. Ну и, конечно же, вышивка. Давайте подойдём поближе и всё вам хорошо покажу. На столе у меня мои материалы. Это парковщик для игл, схема, нитки. Ну, когда я вышиваю, схема у меня, конечно же, на основе прикреплена. Там ножницы, мусорничка, магнитики. В общем, такие мелочи, которые нужны для работы с вышивкой, с процессом. И вышиваю я сейчас мой ласковый май от фирмы Чудесная игла. Вышиваю на топексы, на ципе, потому что мой стич смарт окончательно сломался. Причём я его не нагружала, я его сильно не эксплуатировала, очень его берегла. И в какой-то момент, когда мне захотелось повышевать в другой комнате, я хотела взять стич смарт. Стала крепить кюснапы. И держатель, вот это крепление, которое держит наши кюснапы, оно просто пошло трещинами, практически рассыпалось. Сам пластик сам по себе просто со времени, вот он рассыхается и рассыпается. Очень жаль, мне этот станок нравился, несмотря на все его какие-то недостатки. Он был очень удобный, мобильный, там и лампа, и лупа. Хорошая сама идея станка. Но вот пластиковые детали, к сожалению, они совсем недолговечные. Я бы сказала, даже очень у них маленький срок службы. И мне очень жаль, что сломался этот станок. Конечно же, покупать я больше стич смарт не буду, уже всё хватит. Но я очень жалею, мне с ним было удобно. Теперь я вышиваю пока только на топексы. Держит он хорошо, крепко. В принципе, в этом нет каких-то проблем. Единственный момент, то, что нет доступа к изнанке. И нужно либо постоянно ослаблять держатель, и снимать, и закрепляться с обратной стороны. Ну вот я сейчас что делаю? Я, где есть возможность, стараюсь закреплять микро стежком. Хотя мне это не очень нравится, потому что я вижу эти какие-то... Какие-то как бы не бугорочки, да, но крестики получаются больше такие. Объёмные, не совсем гладкая поверхность крестиков получается. Либо я прям вот подлазю под раму и креплюсь. Неудобно, но что делать? И за счёт того, что у меня нет хорошего доступа к изнанке. Изнанка у меня, конечно, не очень хорошая, потому что я иногда вслепую стараюсь там крепиться. И ниточки идут то так, то и так протяжки. Но самое главное, я слежу, чтобы было лицо качественное. Хотя вот из-за этих вот микрозакрепок мне какие-то места не очень нравятся. Но это всё пригладится утюжком, всё это выровняется. Ну а вообще я, конечно, стараюсь избегать этих моментов. В целом, вот посмотрите, как подросла моя вышивка, какие у меня здесь изменения. Ставлю фотографию, как работа выглядела до. Я вам показывала в моём видео отчёте за июль и август. И вот за несколько дней, пока я монтировала видео, вот так вот подросла моя вышивка. Кстати, видео получилось очень длинным, мне пришлось его разбить на две части. Я даже сама не ожидала. Просто так увлеклась рассказом. И вот как бы телесно я понимаю, что времени проходит много, потому что устала стоять, стоя. А рассказывать хотелось вам ещё и ещё о моих каких-то рукодельных новостях. Вот. И так увлеклась, что у меня получилось там часа на два видео. Как раз в аккурат по часу две части и получилось. Процессов много. Если вы ещё не видели, ссылка в инфобоксе. А это видео у меня будет, наверное, влоговое. Но постараюсь, я вот всё стараюсь. У меня такие видео никак не получаются. Потому что в субботу-воскресенье есть время. Такой запал. Ура! Вышиваем, снимаем. И потом начинается рабочая неделя. И вот с этой работой дотягиваешь опять до субботы-воскресенья. И вот так вот. Вот. Но постараюсь, попробую ещё раз. Дам себе, так сказать, шанс. Вот. За эти дни, в общем, у меня моя вышивка вот так вот подросла. Мне прям так нравятся эти крестики. Это сирень. Я в восторге. Отрываться от неё, честно, не хочется. И приятно так гладить, дотрагиваться. Здесь ещё будет бэкстич. Я достала вот обложку. Чтобы вам показать. Его немного, но вот будут присутствовать вот эти вот стежки, штрихи. Видите? В цветочках. Пока его не вышиваю. Мне не очень удобно на маленьких кюснапах. Нужно переодеть вообще-то на раму. Но рамы все заняты. Такая у меня дилемма. Пока ещё вот здесь вот я повышиваю. Откреплю вот, переставлю кюснапы. Повышиваю серединку. Дальше уже будем думать. Я вот по картинке нахожусь сейчас вот здесь. Вот этот кусок я вышила. С этой стороны у меня вот здесь тоже такой хороший кусочек вышила. Теперь нужно идти на ландыши. Вот здесь серединку. Ну, а дальше уже вверху. Не так-то много будет. Но хотя тоже работы много. В любом случае работа продвигается очень активно. Мне всё нравится. Получаю огромное удовольствие. Это самое главное. 14-й каунт. Крупный крестик. Вот вам показываю с близкого расстояния, как выглядят мои крестики. Вот. Покажу вам где-то мои неровные крестики. Они вот где-то есть. Я их нахожу. Это там, где микрозакрепки. Я вообще-то не люблю. Я люблю, чтобы у меня было полотно вот такой вот ровненький. Вот. Ровненькая, ровненькая. Ну, кое-где встречаются эти микрозакрепки. Что делать? Фон тут практически уже весь вышел. Осталось тут в одну ниточку дошить. С этой стороны мне уже неудобно вышивать вверх, потому что держатель топекс, у него вот эта вот его голова, она очень большая. И снизу я уже руками бьюсь об держалку, поэтому нужно переставлять и уходить вот сюда, в центр. Лево-право я уже подтянула уголки, еще центр и, ну, работа вот идет, продвигается. Вот. Буду вышивать на этой неделе эту работу. Также я подготовлю еще мой джанлин. И сегодня то, что я хочу заняться, я нашла вот эти вот вышивки, которым уже очень много лет. Они все лежат в рулоне, и у меня не доходят руки. Просто стыдоба. И я хочу их оформить сегодня в пин-кипы. Вот такие у меня вот тут вот зайчики интересные новогодние. Мои петушки и курицы. Это Dimensions. Это вышивка здесь, мини-набор по напечатанному. Печатный крест. Есть здесь фон напечатанный. Здесь вот печатный крест, гладевые стежки, стемп, стич, гладь. Вот такие вот французские узелки. Такой интересный. Три петушка и три корочки у меня. Вот эти корочки, они стоят у меня на заставке на канале в YouTube. Я их очень люблю. Подружки такие классные, нарядные, красивые. Вот. Нужно их оформить. Три петушка и три корочки. В мой курятник. Вот такая вот красота. Вот такая вот красота. Вот. Ну что, пойду я готовить. Материалы для пинкипов. Займусь этим. Подготовлю еще один процесс, который я буду вышивать. Это мой джанлин. Ну, потом сделаю включение. А, и также мне еще нужно сегодня успеть снять вам видео о моих покупках. У меня же целая коробка, целая коробка она собиралась. И мне нужно вам показать, похвастаться, поделиться, не знаю. Будете меня ругать. Ну, ругайте, ладно. Ругайте. Я долго не решалась вам показать то, что я натворила, что она покупала. Ну, покажу. И дальше уже будет, что будет. Поэтому, ну, это будет отдельное видео. На этом у меня все. Увидимся в следующем включении. Сегодня суббота, 4 сентября. И сегодня я хочу поделиться с вами моими покупками, которые я совершила за последний месяц. Они так собирались, потихоньку собирались. Конечно, еще не все собрались. У меня еще идут две очень интересные покупки, два интересных заказа. Но поделюсь с вами, во-первых, то, что уже пришло. Начну с наборов Ланарта. Это, опять же, я покупала остатки в том магазине, где покупала, делала первый заказ. У них там на складе еще что-то нашлось. Они мне позвонили. И я, конечно же, все забрала. Поэтому здесь дизайны такие, в общем, то, что нравится, не нравится. Просто забрала и на подарки. Да и вообще наборы, как бы, хорошие. Всегда пригодятся и материалы. Цена была хорошая, поэтому я все, что там было, остатки, я приобрела. Значит, здесь у нас осенняя такая история. Две птички интересненький такой вот осенний пейзаж. Размер работы 23 на 30 сантиметра. Достаточно такая, ну, среднего размера работа. Ни маленькая, ни малышка. Вот, с обратной стороны у нас очень интересная тонированная основа. Видите? И ниточки мулине здесь ДМС. Здесь равномерная основа, тонированная. Вот такой вот наборчик осенний. Поэтому здесь вот этот фон вышиваться не будет. Будут вышиваться только птички, пенек и вот эти вот все листочки. Вот такой наборчик. Дальше забрала я вот такую вот розочку. Она у них была одна. Если бы была еще и желтенькая, было бы, конечно, классно. Но она у них одна. Вот такая красивая роза. Это маленький, маленький. Ну, не совсем той маленький набор 20 на 20. Что-то я его приуменьшила. 20 на 20 достаточно такой большой. Ну, небольшой. Среднего размера будет у нас дизайн. Здесь у нас тоже равномерка. Вот такие красивые ниточки взяла. Потому что я и СП провожу, и розыгрыши. Поэтому мне тоже такие наборчики нужны. Они приятные, симпатичные. И вот. Вот так. Вот такой вот еще мне попался набор. Это у нас от Марии Ван Шаренбург. Размер работы 26 на 40 сантиметров. Большая такая достаточно будет панелька. Я думаю, что здесь какая-то должна быть серия. Но достался он у меня один. И, конечно же, этих дизайнов уже не найти. Вот показываю вам поближе. Вам публикуют в обложке. Ну, что делать? Очень такой нежный. Немножко как бы акварельный. Загадочный. Вот такой странный, если честно, дизайн. Здесь такие цветы. Но в отшиве они смотрятся хорошо. Просто эти дизайны мало кто отшивал. И они нам не знакомы. Поэтому мы, конечно же, судим только по обложке. Вот такие здесь ниточки у нас мулины. Я вижу здесь ни одна планшетка. Или две, или три. Не так много. Тоже равномерка. Тоже вот мне достался такой хороший наборчик. Идем дальше. Вот такая вот. Такое вот семейство львов. Лев, львица, львенок. Размер работы 29 на 39 сантиметров. Она называется семейство львов. С обратной стороны у нас здесь равномерка тоже. 29 на 39 сантиметров, сказала. Да, равномерка. Такие ниточки. Ну, ниточки здесь, видите, соответствуют картинке. Вот такие коричнево-бежевые, желтые. Хорошая палитра. Вот так. Вот такое вот семейство. Не очень моя тематика, но, знаете, настроение меняется, вкус меняется. Пусть будет. Мне все пригодится. Наборы. Хомяк мой. Вот. Потом достался мне еще вот такой набор. Дива называется. Ну, как бы не совсем в моем вкусе. Но я говорю, я все просто забрала без всяких там мыслей. Нравится, там не нравится. Все пригодится. Если что, продам. Размер работы 31 на 40 сантиметров. Вот такая вот красивая девушка. Очень красивая девушка будет. Романтический такой дизайн. Здесь у нас Аида. И тоже здесь идет тонированная основа. Вот так вот видно. Видите, вот он тон. Здесь крестиком показано, наверное, центр, откуда нужно начинать. Вот такие нитки. Ну что, вот шею, мне кажется, будет шикарно. 31 на 40. Большая работа. Вот этот тон, он, по-моему, не вышивается. Это вот то, что нанесено. А только вот девушка. И в хорошее оформление будет прям шикарная работа. Пожалуйста. Вот такая красота. Дальше. Вот такой вот наборчик. Это у нас метрика тоже от Марии Ван Шаренбург. Ван Шаренбург. Тульсый. Не знаю, как называется. Это у нас элемент огонь. Там, по-моему, есть разные стихии. Огонь, вода, земля. Но это у нас вот огонь. Ну, просто взяла, да. Может быть, кому-то что-то пригодится мне сделать. Здесь у нас хорошая такая комплектация. Равномерка. Много ниток. Есть металлик. Размер работает 23 на 32 сантиметра. Тоже такая немаленькая. Очень будет интересная работа. Вот можно сделать такую метрику. Ну, даже кому-то на подарок можно сделать. Красивая. Все. Это то, что полонарты. Это у меня все. Так я вам быстро рассказываю. Я думала, будет у меня много. Буду вам рассказывать. Видео будет большое. А видео будет, оказывается, маленьким. Вставлю, наверное, влог. Быстро все заканчивается. Так. Несу следующую партию наборов. Так. Следующая партия наборов. Это у нас с магазина рукоделов. Я на канале у Ольги Эл Крустич присмотрела себе вот такой вот дизайн. Мне так понравилась вот эта ваза. Что я сразу же побежала искать этот набор. И нашла на рукоделове. Представляете, он там еще есть, по-моему. Очень дешево. 400 рублей или 500 рублей. Что-то такое. Но вы понимаете, один набор лишь купить невозможно. Сразу поехали вместе с ним и еще наборы. И я прикупила несколько наборчиков, добавок. Мне понравилась эта ваза. Красивые цветы здесь у нас магнолии. В отшивы, мне кажется, будет вообще великолепно. Размер работы у нас 23 на 31,5 сантиметр. И, кстати, вот у меня РТО очень слабо представлены в моих наборах. Практически там один или два набора всего лишь. А я посмотрела, у них такие классные наборы, такие классные дизайны. И причем недорого. Все уже наборы, все производители, цены взлетели просто в космос, улетели. И еще будут дорожать, девочки. Потому что растут цены на сырье. И поэтому цены будут еще расти. У нас сейчас сентября тоже скаканули. Ого-го. Все будет дорожать. Поэтому ничему не удивляемся мы уже, конечно. Но вот у РТО еще и наборы есть по старым ценам. И вот кто заинтересовался, покупайте. Это еще есть такой вот шанс. Я успела купить этот наборчик. Здесь у нас равномерка вот такого голубого, приятного, нежного цвета. Просто потрясающее. Ниточки какие яркие. Но я прям очень рада этому набору. Классный такой дизайн. И за доступные цены очень даже логично. Конечно, от него есть пара. И я ее тоже нашла, купила. Но задорого. Потому что его было сложно найти. Дальше показываю вам вот эти наборы. Их нужно показывать в паре. Это у нас чудесная игла. Сойки и виноград. И синицы и вишни. Их вышивали на ютубе. Я смотрела с таким упоением. Прям вот взахлеб. Такие они красивые. Настолько прекрасные разработки. Правда, что это достойные, достойные, шикарные работы. Их и в картину, и на подушку. Но вышивать нужно на равномерке. А здесь у нас, по-моему, аида. Аида. Но видите, с обратной стороны мы не посмотрим. Здесь у нас схема. Нитки там внутри. Так вот делает чудесная игла. Ну, я видела отшив на равномерке, девочки. Это потрясающе. Какие красивые работы, разработки. Я тоже обязательно заменю на равномерочку. Обязательно их вышью. Вот этих соек, этих синичек. Ой, синички это или лазарь. Синицы написаны и вишни. Ну, пусть будут синицы. Какая разница уже. Красивые такие птички. И я мечтала об этих наборчиках, правда. И очень-очень рада, что я их приобрела. Вот такое пополнение. Будут опять лежать и ждать меня. Но самое главное, я их купила. Уже там, когда я их буду вышивать через 5-10 лет, это уже другой вопрос. Главное, они у меня есть. И я уже не буду волноваться, бегать, искать, где они там у меня. Что с ними произошло. Так, у меня не хватает одного набора. А я его оставила в коробке. Делаю паузу и бегу за набором. Так, вернулась. Сбегала и вернулась. Нашла я этот наборчик. Я сделала реорганизацию в моем рукодельном уголке. И все наборы переложила в коробке, рассортировала. Вот он такой маленький и выпал. И я его не заметила в коробке на дне. Это РТО. Вот такая вот серия миниатюры. У РТО есть несколько серий. Таких классных, таких шикарных. У них они выпустили наборчики на морскую тематику. Вот такие вот с различными видами разных городов. Классные такие у них дизайны. Молодцы. Размер этой работы 9х13,5 см. Этот набор я покупала не просто так, а с целью на подарок. Вышью и подарю. Я знаю кому. Мы, в общем-то, как бы так договорились. Одной женщине. Я его вышью и подарю. Он маленький, поэтому я надеюсь, я справлюсь как-то побыстрее. Потому что у меня с вышивками на заказ все очень плохо. Вот я как-то не получается у меня организовываться и вышивать на заказ. Я могу вот только по настроению. Это мое хобби. Мне захотелось то вышивать, вышиваю, не вышиваю. В общем, такие вот у меня истории. Не могу я себя организовывать, вышивать на заказ. Но это маленький набор 9х13 см. Я уж думаю, я с ним справлюсь. Тем более здесь, ну видите, очень все просто. Много полукреста, там той мельницы. Это наши греческие виды. Вот такие вот мельницы можно увидеть на островах. Такая символика греческих островов. Поэтому будем вышивать. Вот. И осталось совсем еще чуть-чуть. Потерпите. Вот. А это у меня заказ на Муркиных рукоделках. Я делала заказ. Вот именно из-за этого набора все и произошло. Потому что так как мне понравился вот этот набор, а к нему в пару вот этот набор, мне нужно было найти и этот набор. Но этот набор стал подороже. Потому что, ну понятно, с Украины там двойная наценка, доставка. И как-то так получилось. Но я ради вот этой серии, я пошла на такие жертвы. Этот мне достался дешево за 400-50 рублей. Этот мне достался подороже. Ну ладно. Это у нас турецкая гвоздика. Посмотрите, какая красивая здесь тоже ваза шикарная. Вот этот ковер, кисточки, шкатулка малахитовая. Очень красивый дизайн. Видите, в вазе здесь тоже бэкстич, выкладная нить. Что-то там будут какие-то украшалки. И вот такая вот гвоздичка. Размер работы у нас 22,5 на 35 сантиметров. А здесь у нас 23 на 31,5. Он немножечко другого размера. Ну ладно, вместе их можно оформить. Организовать. Здесь у нас по комплектации тоже равномерка. По-моему, Лугана бежевого цвета. И вот такие вот нитки палитра. Смотрите. Много. Яркие, классные, сочные. Очень мне нравится эта пара. Ну и на довесок, да. Не один же набор покупать. Платить дорогую доставку. Купила от Чаривной Мыти. Вот эту улитку. Здесь смешанная техника. За 3 евро он там был. Поэтому думаю, ну ладно. Надо его взять. Этот наборчик. Я люблю смешанные техники. Мне вообще нравится Чаривной Мыть. У них, кстати, сейчас такие новинки. Бомбовские повыходили. Смотришь и не знаешь, как себя удержать, чтобы ничего больше не купить. Вот. Здесь у нас Аида, Мулине и вот такой вот бисер для улитки. Это у нас что-то из Кристалл Арт. У них дешевая комплектация в этих наборах. Но дизайн мне очень нравится. В смысле, там нитки дешевые. Бестокс или еще что-то. Вот. А это тоже Чаривна Мыть. Я давно мечтала об этом наборе. Я периодически люблю вышивать вот эти украинские домики и хатки. Такое вот село. Очень люблю пейзажики. Вот в таком стиле. И здесь этот набор очень примечательный. Здесь различные техники используются. И бисер. И что-то там нужно оплетать. Как-то вышивается интересно вот это вот дерево. Я уже не помню. Я видела у девочек на каналах. Вышивали. Очень интересно все это вышивается. У меня есть небольшая серия этих домиков. Мне их нужно продолжать. И кстати, вот здесь вот есть у нас еще вот такой. С павлином. Тоже классный. Вот. Ну комплектация здесь простая. Аида. Нитки мулине. Может быть надо будет заменить на равномерку. Так и сделаю. На линду. Может еще на что-то. Посмотрим. Размер работы 28 на 40. Достаточно такая большая будет работа. Вот. Это мои все покупки. Еще хочу показать вам из мелочей. Я, чтобы организовать свой какой-то процесс дорожный, думала, как же мне его организовать. Папки, там еще что-то. Нашла вот такие вот сумочки. Они недорогие. Небольшие такие сумочки. И оказалось, в них очень удобно организовать процессы. Есть дно, открывается. И помещается сюда кюснапы. И все необходимые материалы. Они такие очень емкие. Поэтому приобрела несколько, организовываю процессы. Вот в такие классные сумки. И они потом стоят у меня прям на полочке. Так в рядок. Очень удобно. Взял сумочку. И там все материалы. Вот. Что еще? Еще у меня произошли некоторые подарки по обмену. Ну, я бы даже сказала не по обмену, а просто вот подарки. Потому что мой подарок, он был очень скромный. А мне прилетел, ну, такой шикарный королевский. Мне прям аж неудобно. Показывала я свои запасы. И одна девушка увидела два наборчика, которые ей были нужны. А мне, в общем-то, как бы и не сильно они были нужны. Они у меня были, они мне нравились. Но это не то, что прям вот я собиралась вышивать завтра. А человеку было очень нужно. И я говорю, давай поменяемся. И отправила эти два наборчика. Если человеку нужно, и могу сделать, помочь кому-то, почему бы и нет. И в ответ мне пришел просто такой, знаете, огромный-огромный подарок. Я когда получила коробку, я просто не могла поверить. А еще у нас так получилось. У нас опять изменили какие-то там законы. И раньше облагались налогом только покупки. А если что, подарок, то посылка не облагалась налогом. Сейчас облагается абсолютно все, причем от балды. Есть, конечно, какой-то прайс-лист. Они там по счету смотрят, сколько стоит посылка, покупка. Они там начисляют НДС плюс еще какой-то налог. Сейчас они просто выписывают счета без каких-то учетов. Ну на каком основании они что-то там рассчитывают. И телефонные брать перестали, на имейлы перестали отвечать. Просто вот хотите, забирайте, нет, мы ее выбросим. Как-то такое отношение. Вот, ну, куда деваться. Я, конечно, заплатила. Для меня просто было неожиданно, что стали взимать налоги. Ну, раз такое дело, куда деваться. Вот, ну, конечно, того стоило, потому что здесь такой шикарный подарок. Просто я вот не знаю, как вам показать. Надо убрать, наверное, эти все мои наборы, которые тут я напокупала. И покажу вам подарок. Так, показывать, я думаю, что нужно в паре, чтобы это было понятно, что это за наборы. Я думаю, все их знают. Это Анкор из старенькой коллекции, из очень известной, любимой, всеми узнаваемой коллекции. Вот этих красивых полей пейзажей с цветами. Здесь вот маки. И вот это у нас, что за цветочки, я не помню. Вот тут ромашки, еще какие-то цветы. Есть еще, по-моему, и третье поле. Вышитые эти работы, они смотрятся очень шикарно. Размер у них большой, 29 на 42 сантиметра. И это, девочки, раритеты. Это редкие наборы. Сейчас их, конечно, не найти. И вот мне достался такой подарок от Ирины. Ирочка, большое-большое тебе спасибо за твою доброту, твое такое внимание. Мне очень-очень приятно. Посмотрите, сколько здесь много ниток. Видите? Очень много ниток. Я знаю, что здесь используется много 3 четвертых креста. Сейчас схема непростая, но ничего. Мы справимся. Покажу вот так еще поближе. Какое красивое будет здесь поле цветов. Просто волшебство. Настоящая живая картина. Какая перспектива, краски. Класс. Большие две шикарные работы. Обязательно нужно будет их вышивать. Конечно, в посылке были не только эти два набора. Там был кофе-шоколад. Ну, понятно, мы его сразу слопали. Поэтому он не дождался видео. Столько времени уже прошло. А некоторые мелочи я так еще и не открыла. Также в посылке была вот такая красивая шкатулка. Которая пока еще стоит и не заполненная какими-то рукодельными мелочами. Вот сейчас я все это вытащу. Посмотрю, что здесь. И уже, конечно же, она займет место на моем рукодельном уголке. Не открывала, потому что здесь все так аккуратненько упаковано. И мне хотелось это открыть на камеру. Хоть что-то. Потому что шоколад с кофе мы быстренько смололи. А вот эти вот мелочи я так еще и не открыла. Вот, кстати, здесь бобинки. Они у меня закончились. И бобинки оказались в тему. Прям вот то, что нужно. Я недавно перематывала нитки. Все свои, все-все собрала, все перемотала. Теперь у меня порядок с нитками. Больше 100 мотков перемотала. И все-все бобинки закончились. Теперь вот у меня есть запасные. Потому что есть некоторые процессы, где я еще не домотала. Нужно будет еще перематывать. Вот такая катушечка кренника. Что-то у нас 13 номер. Вот такой красивый. Пригодится. Очень нежный цвет. Обязательно пригодится. И вот тоже вот такая вот коробочка. Давайте откроем вот эту коробочку. Очень-очень интересно. Все так упаковано. Прямо профессионально. Может быть у Ирины есть какой-то магазин. И она нам об этом не рассказала. Так хорошо завязано. Нужно разрезать. Я не развяжу. Так. А, это у нас мыло. Ручной работы. Да, мне Ирина говорила, что она занимается изготовлением мыла. Пахнет очень приятно. Супер. Спасибо. Так упакована. Классно. Отлично. Мыльца всегда-всегда она пригодится. Так. Ну, здесь у нас такая, наверное, веревочка для отделки каких-то прикладных вещей. Пригодится тоже обязательно. Вот. Так. И здесь у нас, что у нас в конвертиках. А, там у нас чай фруктовый. Прикольно. Как вот все прикольно упаковано. Все это сразу все запахло в комнате. Запахи все выпорхнули. Ух ты! Так, так, так. Какая красота. Боже мой. Класс. Матерь Божья здесь. Различные виды. Израиль, видите. Класс. Как красивая очень вещь. Магнит. Я к себе прям вот у меня на моем рукодельном уголке. Органайзер, он на языке металлический. Вот он туда примагнитится и будет присутствовать у меня на моем столе. Это такая классная вещица. Так, ну это такие браслетики. Большое спасибо. Очень симпатичные, нежные. Летние. Здорово. Очень приятно. Столько нужных вещей, приятных мелочей. Все с любовью. Все очень аккуратно, упаковано. Огромное-огромное спасибо. Невероятно благодарна за такие шикарные подарки. Я, честно, не ожидала. Очень благодарна. Большое спасибо. Вот такие у меня здесь новости, покупки, подарки. На этом у меня все. До новых встреч. Сегодня воскресенье. На море мы сегодня не поехали, так как заболел муж и занимаюсь его здоровьем. Вчера немножко я рукодельничала и смогла сделать один пин-кип. Пока только один. Знаете, я очень давно не делала каких-то таких прикладных вещей, поэтому нужно было вспомнить, набить, так сказать, руку. И начала вот с маленькой вышивки, чтобы немножко потренироваться и вспомнить, как собираются эти пин-кипы. У меня получилась вот такая милая вещица. Я сюда также пристроила вот такой шармик у меня был. С обратной стороны у меня ткань в синий горошек, потому что не нашлось у меня ничего более подходящего. Но, в принципе, обратная сторона она не так видна, а вот сбоку, как бы не сбоку, между двумя пластинами я пустила вот такую вот интересную ленточку. Мне кажется, она сюда очень подходит. У меня есть вот такая коробка, где у меня хранятся различные ленты, шармики, в общем, всякая мелочь. И вот была у меня вот такая интересная ленточка. Она, мне кажется, очень хорошо подошла к этому дизайну. Я ее сложила вот так вот вдвое и просто вшила между двумя пластинами пин-кипа. Ну, еще раз покажу, что у меня получилось. Мне кажется, очень симпатично. Уже, можно сказать, подготовка к Новому году началась. Такой симпатичный дизайн. Вышивала его очень-очень давно. Ну, вот теперь он оформился. И я уже подобрала ткани к двум моим вот этим работам. Корочки у меня будут оформляться. Задник это вот такие вот сердечки. Мне кажется, симпатично. Ну, какую-то ленточку, что-то я подберу. Пока еще я не придумала, что здесь и как будет. Вот. А к петушкам у меня вот такая клеточка. Она подходит к фону. Не знаю, смогу ли я сегодня что-то еще сделать. У меня сейчас настроение повышивать крестики. Ну, может быть, в течение недели потихоньку выполню еще несколько вот этих два пин-кипчика соберу. Эта штучка уже меня радует. Ну, и приступила я к вышивке. Мне захотелось сменить процесс. Вот так вот мы, девочки, люби менять процессы. И вернуться к Джан Лин. Как-то мне захотелось осеннего дизайна. И как раз здесь вот эти птички. Это у меня осенний дизайн. Так, обложки под рукой нет. Сейчас, минуточку. Нет обложки, но я вам показывала в самом начале, по-моему. Ну, либо позже я вставлю вам картинку. И вот то, что у меня уже вышилось за вчерашний вечер. Здесь немного. В основном полукрест. И немножко я уже приступила к кормушке. Сегодня буду вышивать. Также я монтирую. Приступила к сбору всех фотографий по нашему Успе. Начинаю формировать видеоряд. Ну, и буду потихоньку вышивать. Покажу вам. Ну, наверное, завтра утром сделаю включение. Посмотрим, что я навышиваю за сегодня. Здесь пока только пятна-пятна. Без бэксича ничего не понятно. Ну, буду стараться. Мне хочется за сегодня вышить хотя бы вот тут птичку. Немножко ее по схеме видно. Вышиваю по бумажной схеме. Немножко я уже к ней привыкла. Приловчилась. И процесс, в общем-то, идет медленно. Но достаточно, так сказать, уверенно. Поэтому буду вышивать. Все натянула на Акюснапы. Буду двигаться, вышивать. И посмотрим завтра, что у меня получится за этот день навышивать. Поэтому увидимся с вами в следующем включении. Итак, делаю включение. Сегодня 6 сентября, понедельник. И хочу показать, что я вышила за вчерашний день. Вчера все-таки нам удалось ездить на море. Мужу стало легче. И мы поехали на море. Вода была теплая. Я хорошо поплавала. Потом занималась монтажом нашего отчета. СП. Райский сад. Создавала видеоряд. Собирала фотографии. Вот. И сейчас покажу, что я вышила за вчерашний день. Такое предисловие, чтобы рассказать, чем был занят вообще мой день. Также нашла обложку, чтобы вам показать, какой я, напомнить, какой я дизайн вышиваю. Значит, первые два весна и лета у меня вышиты. И сейчас работаю вот над этим осенним. Он мне очень нравится. Он такой теплый. Какой-то очень уютный. И вот я нахожусь в нижней части этой кормушки. Она такая интересная. Напоминает чем-то фонарик. Но все-таки это какая-то кормушка. И, наверное, здесь какое-то есть наполнение. Вот. Четыре птички. Листочки падают. Очень такой симпатичный, милый дизайн. Осенний как раз в тему. И я вчера приступила. Стала вышивать. И вот то, что у меня получилось. Вот такой вот фрагмент я вышила. Я немножко боялась приступать к этой вышивке. Потому что дизайн для меня непростой. Много 3 четвертых креста. Сложная схема. Но, к моему удивлению, вот этот вот фрагмент у меня пошел очень хорошо. Я прям с таким удовольствием и упоением его вышивала. По крестикам здесь мало. Полукреста здесь очень много. У меня появились две птички. И два листочка уже. Но пока нет бэкстича. Сегодня я хочу довышивать здесь немножко крестиков. Полукреста вот здесь в фоне. И уже выполните бэкстичи. Чтобы картинка начала проявляться и радовать своими красками. Вот. Мне нравится то, что получается. Просто, вот не знаю, даже без бэкстича это цветовое пятно меня очень радует. Фоновый полукрест вышивается в одну нить. Все остальное в две ниточки. Ну и вот здесь вот будет еще рамочка, которая будет отделять этот фрагмент. И я вот так вот посмотрела по схеме. Скорее всего я ошиблась. И вот здесь вышел полукрест в две нитки. Она нужна была в одну нить. Не знаю, почему я ошиблась. То ли по саге там было неправильно. То ли я не досмотрела. Ну вот как-то так. Видите. Сложно у меня было начало с этим дизайном. С этим набором вообще. Потому что меня как-то эта схема очень испугала. А вот сейчас видно я уже к ней привыкла. И процесс пошел. Ниточки у меня организованы на органайзере пака. Он у меня один. Очень удобная организация. Сюда же паркую иглы бесщадно. Ну потому что он у меня именно для работы. Поэтому мне должно быть удобно. Я паркую сюда иглы. И потихонечку вот так вышиваю. Кстати здесь мне тоже видите. Иглы припаркованы в основе. Ниточки. Это у меня вот мой фон. Ниточка длинная. И я сколько получается вышиваю фон. Потом паркую. Чтобы не сбиться. У меня здесь нет рассметки. Это основа Ева. 28 каунт от Обельхорн. Вот. Чтобы не сбиться. Не потеряться. Я вот вышиваю, вышиваю. Потом паркую нитку. И потихонечку вот так наслоениями вышиваю. Очень мне здесь все нравится. Я прям довольна своими результатами. И главное довольна тем, как пошел процесс. То, что легко идет. Мне все нравится. Горит. И хочется вышивать этот дизайн. Вот такие у меня новости за вчера. Увидимся с вами в следующем включении. Сегодня четверг, 9 сентября. Решила сделать включение. Показать вам, какие у меня успехи. Я не все дни вышивала. По-моему, у меня понедельник выпал из вышивки. Но так, в принципе, есть некоторые продвижения. Напомню, что я вышиваю вот этот осенний дизайн. Набор фирмы Джанлин. Вот. И то, что у меня получилось. Сразу вам показываю. Это я никакое не создавая никакой интриги абсолютно. Вот то, что у меня получилось. Практически сюжет завершен. Осталось мне довышивать вот здесь. Вот верхушку кормушки, несколько листочков, фон и вот эту птичку. И все будет готово. В нижней части работы я уже выполнила бэкстич. А вверху, соответственно, еще его не выполняла. Этот дизайн вышивается, на удивление, очень легко. Захватывающе, интересно. И полукрест мне нравится вышивать здесь в одну ниточку. Все очень быстро происходит. Птички такие забавные получились, яркие. Вот на этих двух птичках я уже выполнила бэкстич. Их уже хорошо видно. А эта птичка пока без бэкстича. И она такая расплывчатая. Ну и здесь еще у меня не все оформлено. Кстати, вот у меня магнитик. Как раз вот такая вот желтенькая птичка. Вот как раз он сюда в тему. Очень сильный магнит, не передвигается так просто. И еще нужно будет вышить рамочку. Вот здесь нет рамочки. Будет завершен третий, третье окошко. И останется мне вот это вот зимнее окошко. Вот эта одинокая птичка. Я вышивала-вышивала. Но в какой-то момент, знаете, мысли стали у меня уходить к другим процессам. Мне захотелось заглянуть в коробку с моими начатышами. Что-то еще посмотреть. И я поняла, что Юля, пора менять процесс, пока меня не понесло. Пока меня не понесло, неизвестно в какую сторону. А у меня же месяц, сентябрь, он отведен для завершения основных двух процессов по СП Райский сад. Поэтому никак нельзя мне налево. Мне нужно держать себя в руках. И чтобы не терять вот это вот настроение к вышивке. Потому что здесь уже стала у меня скорость падать. Я уже стала мысленно о чем-то другом думать. В мыслях перебираю другие наборы. И поэтому я вернулась снова к моей чудесной игле. Чудесная игла, ласковый май. Напоминаю картинку. Но вышивала я там совсем чуть-чуть. Совсем немножечко. Буквально один вечер. И то он был не сильно-то вышивальный. Я переставила тюснапы. Переставила в центр. И вышиваю сейчас как раз цветочки. Ой, у меня заканчивается память на карточке. Поэтому 4 минутки пишет осталось. Но я думаю, я быстренько-быстренько сейчас все вам расскажу. Здесь-то немного. В общем, у меня осталось... Я переставила тюснапы в центр работы. Приступила именно к цветам. Здесь вот эти беленькие цветочки вышиваются крестом в три нити. И в принципе вышивается все очень просто и понятно. Просто я в центре, когда начала вышивать, немножко запуталась. Здесь делала ошибку. Сместила один крестик. И мне пришлось немножко потом распарывать, переделать. Вот осталась ниточка. Ее нужно будет заправить и зашить. Ну а в целом я уже вспомнила, как у меня здесь какие-то моменты. И я уже приступила к вышивке. Это черное пятно. Это от топекса осталось. Видно, где-то соскользнула у меня основа. Когда была закреплена и где-то запачкалась от топекса. Я обычно всегда подставляю салфетку, чтобы не было каких-то пятен. Вот здесь вот у меня что-то съехало. Ну это я все хорошенечко потом постираю. Работа продвигается. Мне все нравится. Я буду стараться ее завершить обязательно в сентябре. Казалось бы уже, что осталось совсем чуть-чуть. Но на самом деле, конечно, еще не так-то и чуть-чуть. Я нахожусь вот здесь, чтобы вам было понятно в белых цветах. Справа я дошла вот до этих веточек. Слева вот здесь. Ну и центр я еще достаточно низко нахожусь на картине. Нужно еще вышивать много, чтобы дойти до верха и дальше уже дошить все веточки, фон и бэкстич. Поэтому расслабляться нельзя. Это я сама себе рассказываю, потому что сентябрь месяц летит очень быстро. Практически половина прошла. Мне нужно успеть эту работу вышить. И нужно стараться, стараться, стараться. Чтобы обязательно ее завершить. Поэтому буду я вот так вот эти работы чередовать. Сегодня и завтра я еще поработаю с этой вышивкой. Потом, наверное, переставлю опять на моих птичек. Но думаю, завтра, в пятницу, я уже буду завершать эту рукодельную неделю. Будут тут и покупки. Все вместе я соединю, потому что материала не так-то много. Чтобы и вам было интересно, я все это соединю вместе. И завтра, наверное, завершу эту рукодельную неделю. Посмотрим, что я навышивала. Может быть, в субботу утром. Может быть, я еще завтра вечером повышиваю. И все вместе уже тогда смонтирую. Все, закончилось мое время. Бегу вышивать. Увидимся в следующем включении. Итак, сегодня утро субботы, 11 сентября. И сегодня я хочу подвести итоги этой рукодельной недели. Посмотрим, насколько она была продуктивная. На мой взгляд, не очень она была продуктивная. Итак, давайте еще раз я напомню, что на этой неделе я выполнила вот такой вот милейший пин-кип новогодний. Конечно, сейчас осенняя тематика. Но вот он у меня был и вышед, попался. И я его оформила. Вот такой вот симпатичный сюжет. Мне очень, кстати, нравится цветовая гамма. Радует меня на моем рукодельном столе. Просто вот я его пока так поставила. И любуюсь на этих милейших зайчат. Дальше я вышивала джанлин. Моих чижов. Осенний сюжет. Ну, вот как я последний раз делала включение. Показывала вам, на каком этапе моя работа. В принципе, больше ни крестика я не вышила. Не получилось у меня по времени. Но, в принципе, очень хорошо я продвинула этот сюжет. И думаю, что на следующей неделе я смогу завершить. Здесь осталось уже совсем чуть-чуть. Я вот буквально уже приближаюсь вот к... У кормушки вот эта вот крышечка и... Веревочка с крючком, где держится вся эта кормушка. Поэтому осталось вот чуть-чуть. Ну и птичка. Я думаю, что на этой неделе, на следующей, точнее, моей рукодельной неделе, я смогу завершить этот дизайн. К тому же, сейчас суббота и воскресенье. Такой, знаете, шанс. Есть немножечко времени. Можно находить в течение дня среди домашних дел. Время и заняться вот этими птицами. Ну и немножко я, конечно же, повышевала мою чудесную углу. Ласковый май. Сейчас я вам все тут открою. Специально сняла скис на поп, чтобы вам уже можно было показать полностью работу. И вы смогли оценить масштаб, на каком этапе я нахожусь. Так, как бы показать вам, чтобы вам было все это понятно. Ну вот, видите, вот она у нас картинка. И я нахожусь вот здесь. Вот, дошиваю здесь вот белый ландыш. Осталось совсем чуть-чуть. Дальше буду подниматься, вышивать вот эти вот тоже очень яркие цветочки голубенькие, сирень. В общем, работы здесь еще много. Но процесс продвигается. Вот, такая красота получается. Особенно мне вот с левой стороны нравится сиренька, как она здесь ярко получается. Вот, процесс легкий, интересный. Вышиваю я его с удовольствием. Вот, ну, как и ожидалось. Времени, конечно, маловато. Поэтому, ну, вот такие у меня продвижения. На самом деле, по крестикам очень мало я здесь вышила. Могла бы побольше. Но вся надежда на субботу и воскресенье. Что я в эти дни что-то повышеваю. Ну, надеюсь. Хотя мне нужно еще почитать, подготовить материал. В общем, тоже работы много. И в субботу и воскресенье. И домашние дела. Плюс еще рабочие моменты. Ну, что делать в жизни. Она такая хобби уже, как бы, что остается. Вот, что еще я, чем я еще занималась. По пинтипам пока я больше ничего не сделала. Они у меня, ну, как бы, еще ждут меня. Я надеюсь, что на этой неделе я тоже их завершу. Дальше я хочу оформить несколько работ. Ну, может быть, хотя бы одну работу посмотрю. Тоже по времени, по настроению. Все подоставала. Все так в процессе, можно сказать. И пока еще ничего не оформилось. Вот они здесь, прямо на рабочем столе. Все мои ткани. И все здесь лежит. Принесла с работы такой мягкий поролон, чтобы подложить. И вот, нужно сесть и оформить. Уж не так-то и сложно. Ну, и вчера перебирала запасы. Искала какие-то там вещицы мне нужно было. И нашла много бисера. Ну, такого старого. Старого. Он неплохой бисер. Может быть, даже и чешский. Но он у меня, эти остатки лежали уже, ну, наверное, лет 15. Может быть, даже и больше. Не знаю. И что он лежит? Конечно, он всегда может пригодиться. Вы скажете, есть-то не просит. Пусть бы и лежал. А с другой стороны, я захотела немножко поиграться. И взяла его, пересыпала весь вот в такую стеклянную емкость. Это от ароматизатора комнатного. Я его сюда пересыпала. Он вот так вот там играет и блестит. Пусть меня радует хотя бы вот в таком виде. Нечего ему там в пакетах валяться. Вот. А сюда нужно будет мне еще, может быть, что-то придумать. Может быть, какие-то мои рукоделки, знаете, на палочках какие-то там навышивать, что-то сделать. Пока вот так стоит эта баночка с бисером. Можно сюда насыпать разных бусинок. Я посмотрю, что у меня там еще есть из моих бусинок. Вот такой вот у меня декор получился из бисера. Не знаю, видно, не видно. Такое освещение как бы у меня здесь не очень. Потому что у меня окно, получается, дверь на балкон. Нет, ну, на меня здесь выход на балкон с комнаты. И эта дверь находится, получается, сзади меня, сзади рукодельного стола. И свет как бы так падает. Но он, в общем-то, не прямой. У нас еще там тент. Поэтому прямого освещения нет. Мы избегаем прямого освещения, потому что у нас же очень сильно солнце, жарко. Поэтому вот как бы так. И при съемке всегда не хватает света. Иногда бывает, если лампу плохо настроят, то кажется, что у меня вообще здесь темнота. Темнота. Но на самом деле мне хорошо видно, у меня лампа хорошая. Хотя нужно бы и лучше уже лампу. Для вышивки мне хватает. А вот для видео получается немножко темновато, наверное. Вот такие у меня здесь мои рукодельные успехи. Расслабляться мне нельзя. Потому что через практически три недели завершается наш ИСП. И мне нужно довышивать мои вот эти две работы. А здесь еще шить и шить. Вот весь этот участок нужно будет вышить в моем ласковом мае. Но здесь попроще. Я думаю, что здесь больше шансов мне справиться. Вот ласковый ма меня как-то настораживает. И я ловлю себе на мысли, что мне постоянно хочется на что-то отвлечься. Это же знаете, такое еще дело. Привыкаешь менять постоянно процессы. Вышиваешь, вышиваешь, думаешь, уже пора поменять. А тут еще... А менять как бы не получается. Такой получается конфликт интересов. Но я надеюсь, я справлюсь. Так журавля поставить на место. Пусть он там стоит. Вот. Думаю, справлюсь. Буду стараться. И, конечно же, буду стараться снимать рукодельные недели. Хочу попробовать повести эту рубрику. И мне интересно. И, думаю, вам будет интересно. Вот. На этом у меня все. Пойду монтировать это видео, чтобы оно успело выйти, ну, надеюсь, завтра. Чтобы вы смогли посмотреть. И начну уже записывать новую рукодельную неделю. Посмотрим, что у меня здесь новенького получится. На этом у меня все. Желаю вам хорошего настроения. До новых встреч. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok